Отъехал от гостиницы. Это был большой черный Мерседес. Эту машину я уже видел. В прошлый раз, при ее появлении, начался большой фейерверк. Владимир вернулся. Пиф-паф! Ты убит, Макс Пейн? Я мог бы засмеяться, если бы помнил, как это делается. Во что играем? В казаки-разбойники? Если вам что-то от меня надо, говорите прямо. Спокойно, Макс. Расслабься. Ты знаешь, что все новости только и говорят о тебе. Вооружен и очень опасен. Я собираюсь сделать тебе исключительно заманчивое предложение. Обвинение было подстроено. Я не убийца. Это спорный вопрос. Так или иначе, что бы ты ни делал, у тебя были на то причины, да? Выслушаешь меня? Слушаю. Владимир похож на молодого Пьера Вудмана. Всем привет, друзья. Это Сергей. Вы на канале AllSchoolGamer. И мы продолжаем. Это шестая часть прохождения первого Макса Пейна. 4К, 60 кадров с улучшенными текстурами. И нейросетью они были улучшены. Смотрим. То, что Панчинелло занялся валькирином, мне здорово мешает. Но это еще не все. У меня был приятель, Борис Дань. Он выполнял кое-какие поручения. Он капитан грузового корабля Харон. Недавно он переметнулся на сторону Панчинелло. Корабль полон компьютеров, оружие моего товара. Если Панчинелло его получит, он выиграл, а я проиграл. А ты вообще пролетишь мимо денег. Если хочешь добраться до Панчинелло, тебе нужны веские доводы. И я могу тебе с ними помочь. Верни мне корабль. Можешь мимоходом пустить пару пуль, дай ему в голову, я не возражаю. Оружия там хватит, чтобы устроить конец света. Ну как, берешься? Такой сценарий грех не разыграть. Владимир был из мафиози старой закалки со своим кодексом чести. Это делало его чуть ли не хорошим парнем. Не святым, конечно, но кто из нас святой? На берегу реки в Бруклине выстроился лабиринт ржавых контейнеров. Такой ночью не можешь не думать о мертвецах, спящих на дне в аккуратных бетонных ботинках. В этом лабиринте не прятался Минотаур. Но где-то впереди, на гремящей палубе старого грузовика, меня поджидал шкипер Харона, неумолимый, как старый паромщик у берегов Стикса. Круто, да. Лабиринт на немина Тавра, корабль Харон, как лодка, да, по реке Стикс. Очень круто. Знаете, вот я думал после прошлой части, перерыв у меня был полдня. И вот весь день я думал о Макс Пейне. Вроде игре столько лет, сколько раз в нее проходил. Но вот реально задумался, насколько круто, насколько качественно все сделано. Еще в те времена это было. Вот эти особенно комиксовые заставки. Никаких знаменитых актеров. Повсюду, на всех фотографиях, сами разработчики игры, простые лица. Но как подобраны к ним крутые имена. Та же там Борис Дайм на корабле Харон, Владимир из русской мафии. До этого там были Люпины всякие, Панчинелло, братья Финита. Очень круто всех называют. И музыка вот эта крутая играет на фоне. Так круто эти сделаны картинки комиксовые, такие чуть подмазанные. И в то же время это гениальная русская озвучка, где вот эти актеры от 1С древних времен стараются, красиво говорят. Ну очень круто, прям вот атмосферно. И уровни прям вот, смотрите, контейнеры стоят. Что называется? Kinex Dogs and Waterhouse. Ну, в общем, по сюжету мы попали в порт. Насколько я помню, порт тут очень будет трудно, поскольку я играю на максимальной сложности. Ждет нас много смертей. Опа. А вот этот свист мы уже слышали, когда чувак выходил из сортира в этих разваленных домах, когда я бегал недавно. Ну, рука торчит. Закрыто, а как открыть? По-любому это Beware, Industrial Tracks. Как, о! Опять вот эти выключатели, какой-то из прошлых частей я тоже долго не мог найти. Когда 4К текстур... О, смотрите, прикольно. Кран опускает контейнер, класс. Вот Remedy, молодцы. Даже вот такую незначительную деталь вроде бы. И все равно он красиво там что-то двигается. Идет дым из вентиляции. Ну, красота. Мне очень нравится, как сделали все. Опа. Двое. Я что-то не обратил внимания, что у меня была... А, ну, вот на фоне заснеженной земли плохо видно, да, что у меня полупустая была полоска замедления времени. Не открывается ничего. Прикольно тоже, не открывается, но нажать можно. А вот это, наверное, откроется. Вон, а не надписи нету. Склад 4. Они не видели ничего, еле на ногах стояли. Кроме, все время поскальзвусь. Исходи, не пожалеешь. Ну, я прям заплачу. Просто все реализует. Какое-то. Так, о ком они, интересно. Ааа! Я прям понял, что я умру еще до того, как он выстрелил. О, этот заглючил. Да, но большой сложности реально из дробовика с одного раза убивает. Прикольно. У него коронавирус. Звонщик уберегу в стиксе. Когда я уже найду какой-нибудь автомат? Уже пол игры прошел, и все, пистолеты, дробовики. Ааа! Ха-ха-ха! У-у-у, тварь! Не-е-е! Ха-ха-ха! Прямо было видно, как в дороге летит. Неумолимый, как старый поромщик, и у него в стиксе. Ну, вот удивительно. В этой игре прикольно умирать. Я прям... Как он в плане даже получаю удовольствие. Вот как я сейчас его... Потому что вот в итоге, там, с четвертого раза, вот смотрите, этих я убил уже с полной жизнью. Ха-ха-ха! Просто! Меня поджидал хипер хоро. Моимый, как старый поромщик. Хе-хе-хе! А теперь, наоборот, вот этого словил. Неважно, продолжим. Сейчас разыграемся. Все пойдет. Мне кажется, из Инграма это лучшая затея была. Ну, прибежали все. Ха-ха-ха! Забавно. Один готов. А тут да, он стоит все. Так, этот готов. Ух ты, тварь! Фигачу мутят. А-а-а! И застрелился равно. Все, ладно. Сейчас пройдем. Что прикольно, из двери бы убило насмерть. Странно, что он ни разу у меня не попал. Нет! Вот и все. Красавчик. Получится запрыгнуть? Опа! А, почти. Вон там аптечка. Смотрите, с полной жизнью все получилось. Красота. А тут что? Ну, тоже какой-то лут. Непонятно, что этот чувак тут наверху делал. Просто охранял, ходил. Даже дверей никаких нет. Так, ну что, я думаю, будем сохраняться. Дается 7, что ли, сохранение на уровень. Поэтому, что жалеть? У меня всегда штук 5 остается свободных. Я как-то экономно играю. О-хо-хо-хо, тварь! О-хо-хо, тварь! Подлечимся. Хорошо, что сохранился. В бочку даже не попал в красную. Дробовики. Прикольная стена из контейнеров. Знаменитые красные бочки. Мне вообще давно была мечта. Вот этот какой-то американец сделал. Я хотел сделать видос на YouTube про красные бочки. Так, вот сюда, наверное, мне надо. А сюда можно? На крыше нельзя? Ну ладно. Одного вижу. Отлично. Что бьет? Я думал, что меня придавит. Я думал, что надо разнести. Но нет, так нет. И тут лестница обломана. И что? Вон этот подъемник. Что пишут? Лоу. Мини-игра. О, аптечки. Крутяк. Бум. Вандалил. Опять этот сыст. Где он? Справа? Вон он. Вон он. С чего его лучше? С пистолетов? Просто все аптечки потратил. А нифига? У меня когда мало жизни, я типа хромаю, что ли? Не обращал в прошлых частях такого. Как бы прикольно. Здание прям такое здоровое. Тин-экскорб. За каждым ящиком может быть урод притаившийся. Оу, напугал как. Все, у меня конец. Стреляй! Прыгай! Это облом. Круто вообще. Мне так нравится стрелять в этой игре. Просто не надъедает. Там один всего на балконе, урод. И вон он. Попал на меня, правда. Урод. Теперь я помню, что не надо бочки взрывать. Потому что сейчас там выкатятся два урода. И можно прям по бочке пульнуть. Так. И можно сделать это, Сауна-Та. Так, тут много народу Ну, как он, кинематографично сдох Это все Всех перевалил Из инграма Прикольно, вот среди контейнеров Знаете, не люблю больше всего в играх Канализации, пещеры Закрыто тут И всякие вот эти доки Складские помещения однообразные Но вот Макс Пейн, канализации тут вроде нет Пещер тоже, а доки хорошие Доки приятные, вот какой кран Прям чувствуется размах Не в каждой игре Как в реальной жизни Смотришь просто наверх, ух ты Круто Так, тут видимо нужно поднять этот ящик Как я понимаю, неспроста этот кран тут стоит Давайте все вокруг посмотрим Залезу на кран и сохранюсь в нем Потому что мне кажется, пока он будет двигаться Набегут Оп Сохраняемся Просто как дебилы бегут на пули И ингрэм-то неплохая штука Фух Я почему-то так и думал Сейчас придавят Ага А, тут теперь другой этот кран Как называется Каталка Жесть Стрём Нормал Так, сейчас этот ящик опустят А сейчас типа в ловушку Они меня походу замалили, да Специально типа забаркодировали Жесть А чё, это чувак сдох, который там интересно Надеюсь, что сдох Нельзя оставлять никого в живых Тварь Фу Нифига они чё исполняют, гады И чё? И чё? Готов Оп А это кто? Он ещё бежит Прыгай! Ха-ха-ха Тут дрыбовик Опасная штука Одно попадание И насверт Прыгай! Ха-ха-ха Жесть Фух Смотрите, какой дом прикольный А окна у него я не пойму Окна нарисованы текстурами, да Типа, смотрите, как будто там Стёкла такие замазаны Но это нарисовано, мне кажется Но выглядит красиво Тут у нас, походу, обновлённые тоже текстурки Прикольно смотрится Так, давайте сохранимся Много врагов убил Ещё один На, мост подними Он крикнул Я даже сразу не понял С гранатой? Не взорвалась хоть Автомейтед бридж Мост подними Рико Муэрте Сюда, я здесь Рико Муэрте Это которого мы убили Ещё в первой главе В первом акте И ящик выделяется Действительно Наконец-то нормальное оружие Рико Муэрте Появился в городе Явно не только для того Чтобы уладить неприятности клана Об этом говорили Вещественные доказательства Номер один, два и три Дипломат с деньгами Снайперская винтовка И конверт С одним единственным словом На листке дорогой бумаги Мэр Не было похоже на заказ О мафии Слишком уж холодно И слишком кратко Прикольно, что Да, ещё В озвучке Ну, как бы Написано Непонятно Можешь подумать Женский почерк Ну, что сказали Мэр Голосом этой тётки Главной Которая в этом Ваэрис Корпорэйшн Ну, тварь Ну, это можно затестить Новое оружие Снайперка Семь патронов всего Надо экономить Так, а какой кнопкой О, на Е Крутяк Крутяк Вот это да Вот это мне нравится Полёт пули Придумали За сколько лет До снайпер элита Ну, хотя снайпер элита Тоже древняя игра Первая часть Макс Пейн Это шедеврально Прикольно, да Стоит тут В воде Какая-то баржа И как ещё закручено Да, то, что это Рико Муэрто Приехал У которого Эта Шлюха сосала Там в баре Когда он без штанов Убегал Это он там ещё Сделал ловушку С которой меня убило Типа Дробовик там Подвешенный Через петлю На двери В прошлых частях Круто Круто Что пишут Use Will Blocks One Parking Из-за царя А, блокируйте Типа О, ну это понятно Реально Это решение Загадки Офигеть Круто А так не круто Тут-то чё Тут не допрыгнуть Не будем выёживаться Не прыгай Блин, как в упор Подбегают Кажется Постоянно Сейчас умрёшь Ну и рожа У тебя шарапов Всё-таки Умер Так Заново Всё, да? Гранатчик Я тут Давай Это не было похоже На заказ О мафии Слишком уж холодно И слишком кратко Заказ О мафии Он сказал Написано Заказ Мафия Ладно, давай Снайперки Популяем Не попал Не попал Что ли Ещё Ха-ха Издох Затупил Что-то Я затупил Да что я делаю Туда Туда брал Гранату Я почему-то Сомневался Что это Счёт Из химчистки Рик Ну трекера Слушать Не будем Ладно И снайперки Сейчас Всех Положим Где там Второй Ха-ха-ха Нормальный Полёт Ха-ха-ха Продолжение следует бугага все еще выбежали а еще выбежит не помню далеко все он походу намекаю до что пора снайперкой пользоваться там еще один красота стреляй ну что за дела короче ладно потратим снайперку и хрен с ней вот и все что жалеть раз один раз снайперку дали то как бы я думаю далее уже патронов будет много и кстати прикольно как каждое оружие дается именно тоже много с халф-лайфом сравниваю каждое оружие тоже дается как будто по сюжету вот как снайперка нашлась река мой арта как бита когда меня ебили задолбал он ну тех всех и снайперки надо ясен хрен так непривычно что целятся и снайперки на е да и пули пролетели сейчас еще же выбегут оттуда твари да что такое все они все еще кто-нибудь нормально мост опустил а что ж так пугаешь блядь быстрей фу оттечки вылечиться стреляй еще фу фу что показывают о ящик с патронами какие-то ну в смысле ящик какой-то контейнер ну ка опа а это намек дашь тут какая-то потайная комната добавно о а тут патроны для винтовки сколько теперь у меня нормальный 13 штук блядь а жесть ну ладно потратил опять все лекарства что нашел так давайте сохранимся блядь когда сохраняешься постоянно стреляешь потратил экономно не экономно потому что не надо бегать так со снайперкой давайте с инграмом с одним о нифига крысы и масляные разводы прошел смотрите первая часть порта теперь вторая часть забавно как бы экран потемнел я отбежал он посветлел интересно сделано ого теперь это было было внутри на улице порта походу было а теперь будет каком-то гигантском складе а а а а Жесть тут сейчас начнется Охо-хо-хо-хо Нифига себе Жесть Блядь Давайте-то на так Тоже же вариант Теперь вдаль можно снимать нормально Может это он и кинул у меня гранату Кстати Бэм Кто это? Откуда? Ааааа Вон он Кстати можно шпрыгать так еще Без замедления времени Фу Непонятно откуда ждать Врагов гранат Блять Пиздец Извините-извините Не хотел материться Но Происходит такое Когда не сосредоточишься Задумаешься о чем-то Да снайперки еще Мотать неудобно На шестерку Прям в башню Отсюда еще один выбежал А помню Нет Тварина И он бежит Так Надо аккуратно Так Это потратил Дальше Давайте Пистолетом Хотя тут Дробовик Неплохо Тут такие Замкнутые Помещения Твой звук Какой-то Гудящий Реально Как в каком-то Порту Тварь Такой разлет Пуль Нормально Долетело Достаточное Количество Давайте лучше С пистолетом Так первую Секцию склада Пробежал вроде Можно Сохраниться Перед дверью О, на этот раз Не выстрелил Такой шум О, вот это я помню Это трэш Это мне надо До дальнего дома Доехать На этом погрузчике Снайперку Хоть положили Ну-ка Нельзя Только вперед А тут ящик упал Такой грохот Такое лязганье Просто ужас Невозможно слушать Так, ну главное Короче тут Смотреть по сторонам Смотреть по сторонам Ну-ка Прям доедем Прям доедем Ну-ка Подлечимся Туварь Еще кто-то Он даже не может попасть Такого расстояния Бот Все Поехали дальше Интересно, а как бот туда залез Без лестницы Ух ты Ух ты Ух ты Блин, а вот Аааа, что я наделал Кто-то отстой Будем больше этот ляск слушать Я что хотел сказать Смотрите, реально это порт На заднем плане Нью-Йорк И как красиво выглядит Нифига не заметно Но понятно, что это Вот она, красотка Статуя свободы Видите, она Фу Соглохно А вон эти Башни-близнецы Нифига себе Реально ж это Да ладно В каком году вышел первый Макс Пейн Что-то в меню пишут, но Я не обратил внимания Так Так Забавно Короче, я пока ехал, глянул на телефоне Первый Макс Пейн вышел в 2001 году То есть он вышел в тот же год, когда произошло 11 сентября Предполагаю, что он вышел до сентября В первую, так сказать, половину года Поэтому мы можем видеть башни-близнецы И вон они Офигеть Никогда раньше не задумывался об этом Значит, в следующем году будет 20 лет Кто там Ай, чувак, застрял в текстурах рельс Так, приехал к другому большому складу Ну и, соответственно, перед дверью нужно по-любому сохраниться Чтобы Подлечиться И сохраниться Чтобы этот лязг больше не слушать Офигеть! В следующем году, говорю, будет 20 лет первому Макс Пейну, во-первых А во-вторых, 20 лет 11 сентября Тоже, кажется, не так давно было А уже нифига себе Вот это да Вот это да Что-нибудь еще? Где он? Где он? Ах ты, тварь Тварь Опять всю жизнь сняли Одним выстрелом Бывает же Нифига у меня походка Как будто под этим Под локсим утиратом Такой Все, нет больших врагов Закрыто А как туда пробраться? Еще наверху решетка А через ту дверь как-то, наверное, выйти можно будет Ну вот тут Вендинг машины, так сказать Так вот снизу, по-моему, дверь какая-то была Не было? А где я дверь Докрыто Блин, звук реально как у Сайлент Хилла До дверей Бум-бум-бум-бум Ну хотя, наверное, это просто звук Реально заперты двери Поэтому он Когда он реально Записан Всегда одинаково звучит Не факт Не факт Не пойму, там в конце есть решетка? Вроде есть Да Аптечка? Фу Хуже любого этого Хоррора И че? В окно лезть надо? О, крутяк, корабль Дайма И че? А, тут какая-то кнопка есть О Постоянно кнопки меня эти вводят в ступор Снайперку возьми Ну что за бред? Получается вон в той комарке пустой Там три человека, четыре стояло Сразу ступ надо урода прибить Блин Нашел корабль Дайма, это хорошо Не знаю, корабль Дайма на следующую часть Оставить или Че вы меня пугаете так всегда? Я начал корабль Дайма Круто и кровищ на стене осталось Ну а там какие-то рычаги Ну а там какие-то рычаги Еще кто-нибудь? Нет Как-то я скаканул непонятно Как Сайгак Все? Ржавчина давно облепила корпус грузового прохода Борис Дайм явно был на борту Мне предстояло убрать половину всей команды Чтобы хотя бы подойти к нему Оружие явно было в трюме Среди крыс и воды с мастерными разводами А нет, это продолжение этой головы походу Чуть не умер, блять Потому что подумал на секунду, что Это конец уровня И у меня уже были размышления Заканчивать сейчас и продолжить следующие части Или Все-таки пройти порт в этой Мне кажется, все-таки Трюм будет отдельной главой Почему-то Такое вот у меня воспоминание Если будет отдельный Ну ладно, давайте пройдем весь порт За Одно видео Кто там, где Не хочется видосы больше часа делать Блин Все заново опять Давайте остальные, убегайте тоже Тупые боты Бегут все насмерть Не русские Это русские Наверное Вообще хрен поймешь Так посмотришь, что там в ГТА Полу-русские, полу-какие-то славяне В Нью-Йорке в порту отшивались Что Макс Пейне Там одни русские воюют с другими С другой стороны Все русские эмигранты Они на кораблях туда и приплыли В свое время Так что Вполне логично Сейчас надо расстрелять Типа Кнопку нажать забыл Вон двое их там бегут Видно же Где второй? Второй внизу, наверное, где-то Так он зарол Раз тут не конец Давайте сохранимся перед этой дверью С ноги выбил Мавчина давно облепила корпус грузового прохода Борис Дам явно был на борту Мне предстояло убрать половину всей команды Чтобы хотя бы подойти к нему Оружие явно было в трюме Среди крыс и воды с мастерными разводами Давайте Один сюда Вот тварь Успел у меня выстрелить все-таки Говнюк Один сюда Один сюда А-а-а-а! Замедлиться забыл Кто там, где? Дайм, это Анжела Пончинелма. Дайм, слушай, а сколько ты заплатил Дайму, а? Держи пари, что больше десяти центов. Макс Фейн? Угадал этот раз. Ты мертвец, приятель. Ты уверен, что ты меня с Даймом не перепутал? Но ты прав, мы скоро встретимся и поболтаем. Избавиться от Пончинелла было непросто. Но когда люди выходят из себя, они начинают совершать ошибки. И к этому хотел подвести Пончинелла, чтобы тот сам нашел себе могилу. Круто. Мне так нравятся эти комиксы и так сюжет заветнут. Короче, мне кажется, сейчас все-таки закончится уровень. И 55 минут, поэтому завершение будет в следующей части. Дайма будем убивать в порту, ну не в порту, в трюме корабля. Видимо, уже в следующей части. Так что с вами был Сергей. До скорых встреч. Нет? Отличная идея. Каким нужно быть дебилом? Неужели корабль это часть этой главы? Сколько их тут? Такой бред. А вот и дай ему. Давайте сохранимся. Не, оказывается, все в этой части. Отлично. Так. Фу. Перевести дыхание там. Дайма идет. Да что такое? Жесть. С дробовиком попробовать. Ха-ха-ха. Просто такая садомия творится. Дайма идет. Дайма идет. Класс. Дайма идет. Сколько лет. Дайма идет. Дайма идет с такими. С днемся. Живучий тварь Походу тоже наркоман обколотый Ну все, смотрите Успел меньше чем за час Блин, думал корабль, что большой тот Ты умеешь себя вести Оооо Кольт Коммандос Круто Наконец-то я понял Почему всю игру не было нормального оружия Потому что его по сюжету Нужно было тут похитить Включаемся на мосту Мне надо отсюда еще выбраться Не на мосту, наверное, на мостике Имелось ввиду О Ну что, все На этом точно конец С вами был Сергей Увидимся в следующей части Субтитры сделал DimaTorzok